Классный кетчуп получился, сладкий, острый, то что надо. Ну что, поехали, как обещала, варим кетчуп, очередная порция, и с меня рецепт. Ну, как такового рецепта, в общем, выведен сам по себе. Моем помидоры, очищаем их от шкурки, да, муторно, но надо. Для меня лучше просто ножом очищаю, реже пополам и шкурку снимаю, чем потом через сито эту шкуру, фу, не нравится мне. Все, режу вот таким вот образом. Сейчас уже зажгу маленький огонек, и в процессе у меня тут будет бурлить, потому что выпаривать нужно долго. И буду нарезать, очищать и сюда добавлять. Да, эта порция у меня будет острая, вот это острый-острый перец. Вот, уже литров 20 сварено простого, вкусного, сладкого кетчупа. И вот немножко сделаю острого в маленькие баночки, потому что он будет очень острый. Так, ну вот у меня все готово. Кастрюля, девочки, 6-литровая. Здесь половина точно, ну то есть литра 3-3,5 резаных уже, ну таких вот помидорок. Периодически помешиваю, ставлю на огонь, закипает, уменьшаю до минимума. Ну, чтобы так хорошо кипело. И каждые минут 5-10 просто вот так вот перемешиваешь. Где-то час варится, это точно, чтобы упарилось. Потом уже добавляю специи. Так, кипим. Побольше огонек. Ну, чтобы быстрее сейчас закипело. Покажу вам, на каком я оставляю. Без крышки, естественно, чтобы вся эта лишняя влага ушла. Потом это дело все потемнеет, станет красивым, как настоящий кетюбчик. Ну, он и есть настоящий, вообще без всяких красителей, консервантов. Вот, 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 закипает. Видите, как хорошо закипает. Главное, не забывайте помешивать. Ну, чтобы ничего не подгорело у нас. Вот сейчас раскипится, но где-то вот на таком вот. Огонечки. Так, ну-ка-с. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, на таком, наверное, да? Да? Часик. Вот, час прошел. Смотрите, естественно, уменьшилось в объеме, да? Стало темнее намного. Сейчас будем добавлять специи. Перец немного порезал, прям вот так крупно, потому что, ну, там в конце будем все это блендерить. Дальше. Перец добавил. Два больших жгучих перчика. Корица. У меня здесь 25 грамм. Половина там осталась. То есть, вот я всю корицу сюда. Дальше. Перец черный. Так, очень удобно одной рукой. Перец черный, девчат, вот тоже, смотрите, прям по... Пробуйте, короче. У меня кетчуп этот очень будет острый, поэтому я и, соответственно, перца вот, ну, много так, да? Все перемешаем. Остался сахар и соль. Все на глаз, все по вкусу. Делайте сначала по чуть-чуть. Сделали, перемешали, пять минут поварилось, попробовали. Вот, соли, соли добавляю немного. Так, сейчас. Вот у меня здесь, ну, типа чайной ложки. Вот на эту порцию я добавлю где-то две. Ну, так вот, с горошечкой, да? А вот сахара, вот такая у меня ложка, здесь, наверное, полкилограмма точно. Вот, я уже примерно знаю, сколько добавлять. Вот, то есть добавила, перемешала, и все равно я пробую. Перемешала, поварится немножко, ну, все хорошо растворится. Обязательно попробую, как по вкусу. Потому что я люблю, чтобы было сладенько. Кто-то, может, захочет, чтобы это было покислее. То есть добавляйте, ну, поменьше порциями, пробуйте, добавляйте еще до того момента, пока вам прям смачно вот так вот не получится. То есть сейчас хорошо все перемешиваем, и еще варим где-то полчасика точно. Я смотрю по густоте. Ну, смотря, какие помидоры, да? Если очень жидкие, то дольше. Если мясистые, то будет у вас все быстрее происходить. У меня помидоры такие водянистые. Поэтому полчаса, может, минут сорок. Посмотрим по воде. Через полчасика еще темнее стал кетчуп. Вон какой. Так, теперь берем блендер. И вот оно варится, и прям тут-то блендерим. Закончила блендерить. Смотрите, какой получился. Настоящий уже, да? И такой более-менее густенький. А еще не забывайте, когда разольете по банкам, это же он горячий такой жидкий. Когда постоит уже, он станет еще гуще. Вот. Теперь, что делаем дальше? Очень прям рекомендую. Именно сейчас. Ну, 5-10 минут проварить это 100% нужно еще. Вот. И взять, снять пробу. Пробу снимайте. Не горячую. Подуйте. Пусть постоит, остынет. Вот. И попробуйте на соль, на перец. Если чего-то мало, смело добавляйте. Ну, и еще прокипятите минут там 5. Все. Потом разливаем по банкам. Последнее, что мы делаем. Разливаем. Великолепие это по баночкам. Я кетчуп острый разливаю вот в такие малюсенькие баночки. Вот такие маленькие. Там, я не знаю, по 250, по 300 грамм. Вот. Сладкий я разливаю прям в литровые, в полтора литровые. Вот. Все дымится, все пыхтит. Сейчас напишу вам, сколько получилось у меня из этого количества помидорок острого кетчупа. Ммм, очень вкусный, но острый. Ммм. Вот сток у меня получилась кетчупочка. Баночки по 250 грамм. Раз, два, три, четыре. Получается литр, полтора, ну, почти. Так, что я сказала-то, литр, полтора, двух нету к двум литрам. Так вот, баночка, чуть-чуть. И обязательно ставлю вот таким вот образом. Тут еще огурчики с помидорчиками, корнишончики. Вот. И все. И до завтра пусть стерилизуется.